hi my students сегодня знаменательный день суббота 21 ноября 2016 года на девяносто первом году жизни представился как говорится фидель кастро рус бывший лидер кубы компартии кубы знаменитая фигура двадцатого века один из друзей советского союза друзей я беру в кавычки потому что мы посмотрим дальше какую роль он сыграл в развале советского союза его была здесь роль очень большая но плохо мы о нем говорить не будем свои есть плюсы и свои минусы лекцию то я готовил не на эту тему на тему вообще коммунизм и вообще почему когда он возник почему зачем и какой у него историческое развитие поэтому коммунизм и и какие формы он имеет один ли он одна форма коммунизм или много форм коммунизм вот на эту тему я и хотел может быть с этого и начну начал я как говорится с прескорбной для католиков вести поскольку фидель кастро рус был католиком и иезуитом ну и характеристики его дальнейшие я вам скажу в следующий раз так вот сейчас возрастает роль вот это вот фальсификация истории мы сейчас боремся с фальсификацией истории ну что значит фальсификация истории откуда она взялась мы боремся с фальсификацией фальсификации То есть экспроприация экспроприируемого. И раньше была фальсификация, и мы сейчас эту фальсификацию любим, она нам нравится, фальсификация. И мы не хотим, чтобы эта фальсификация старая заменилась на новую фальсификацию. Вот в чем суть, собственно, фальсификации истории. Поэтому вся история вообще это сплошная фальшь. А почему? Потому что периодически уничтожаются документы, первоисточники, люди исчезают, свидетели этих исторических процессов. И заменяются их дела, их траектории, заменяются легендами, вымыслами, сказками. Вот эта фальсификация есть. Поэтому, обращая ваше внимание, студенты, хоть мы и студенты техники, но мы должны иметь широкий кругозор по всем вопросам, в том числе и социальным, политическим, экономическим вопросам. Мы должны в них разбираться, поскольку ученые с древних времен, они живут в обществе, и общество на них влияет, и влияет на них руководство этого общества, руководители. Вспомним знаменитую книгу пророка Даниила, как там обращался одного худоносер, знаменитый наш, с учеными обращался, в частности, с Даниилом и с его друзьями, которых он вывез, экспроприировался с Израиля, с Иерусалима вывез. Вот в этом отношении. Почему? Вот с тех времен и пошло отношение к науке, к ученым, поскольку мы работаем в обществе, мы должны, чтобы иметь защиту от этого общества какую-то, нам надо знать эту историю. Что здесь важно? Именно вот важны первоисточники. Вот мы должны знать значение первоисточников в деле фальсификации истории. Сейчас у нас есть хорошие... Вот запасаться надо этими первоисточниками, в первую очередь, прежде чем заняться каким-то историческим процессом, периодику искать. Надо запасаться именно первоисточниками. Что вот сюда я понимаю? Это результаты, артефакты археологических раскопок с привязкой к местности, фотографии эти все, наскальные изображения, скульптуры, фигурки, все изделия, ремесленные изделия разных времен, привязанные, соответственно, к геологическому слоям, к стратеграфии вот этой вот археологической. И дальше первоисточниками являются также устные и письменные свидетельства. Устные свидетельства идут из поколения в поколение, особенно они четко и однозначно запоминаются в племенах, которые даже не имеют и своей письменности. Но благодаря вот особенностям памяти, память у нас же безгранична, мы можем запоминать большой объем информации. Поэтому вот в этих племенах, не имея книг, не имея свидетельств, они помнили все наизусть и передавали из поколения в поколение огромные объемы информации. Практически без искажений. Что здесь важно? Важны еще ситуации исторические. Вот сейчас вот ситуация, она противоречивая. Руководство в мире, в странах, не выдающиеся, но какой-то рядовой, нет таких выдающихся личностей, которые ведут за собой исторический процесс. Здесь коллективное руководство, корпорации, агрегаты вот эти банковские и промышленные руководят. Вот человечество, Лебнец говорил, Лебнец приведу цитату. Человечество добьется значительных успехов в более спокойные времена, при каком-нибудь великом государе, которого Бог поставит для блага человеческого рода. Лебнец, вот о разумении наук, еще 300 лет назад, более 300 лет об этом писал. И сейчас пока вот все, весь мир ждет вот этого вот царя, который вот придет. И у нас тоже это вот забыли мы эту коммунистическую идею, что никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, ни герой. Что явилось прообразом вот этих коммунизма нашего, о котором мы говорим? Зюганов Геннадий Андреевич, он верную мысль высказал. Он последнее выступление, был одно из последних выступлений, он заметил, что Иисус Христос был первым коммунистом. Это слова Зюганова. Здесь трудно с ним не согласиться. Поскольку вот в Евангелии как раз написано, как христиане должны жить были при Вознесении Христа, они все собирались вместе, имущество всех было общее, коллективное, и все они занимались трудом и молитвами вот в храме. Все ученики, апостолы, 12 апостолов там вместо Иуды Фадея выбрали, и 13-я Богородица, и все они сидели в храме и занимались вот управлением этим обществом. Там еще было 270 апостолов, потом еще избрали 270 апостолов. И занимались они чем? Подготовкой и распространением вот этого учения. И одновременно вели общие коллективные хозяйства. И это был своего рода действительно коммунизм. И если вот двое там, муж и жена, пришли, продали землю свою, чтобы вступить в эту общину, в христианскую, пришли к апостолу Петру, дали ему часть денег, а часть денег утаили. Так Петру сразу это свыше стало известно, он сказал, что же вы утаили от Бога-то, деньги-то утаили, как Иуда из Кариотики. Они тут же в храме упали и умерли, оба этого мужа-жена, которые утаили эти деньги. То есть коммунизм был полный, полный об обществлении вот этих всех средств, и средств производства, и материальных средств, в общее хозяйство. Вот это вот коммунизм, в натуральном выражении коммунизм. Но он во что превратился потом? Вот христиане распространяли это учение по всей земле, до Индии дошли, один апостол в Индию пошел, там Фома неверующий, в Россию пошел Андрей Первозванный, и другие все по разным местам. Нина равноапостольная пошла в Иверию, в Грузию, в Армению кто-то пошел. И вот распространяясь этой религии, она встречала сначала резкое сопротивление местного населения, до тех пор, пока в IV веке не обратил внимание императоры на эту религию. Они вчитались, ощутили там самое главное, что можно с помощью этой религии хорошо управлять. А тогда же был распад рабовладельческого строя, как раз в IV веке, в связи с нашествием так называемых варваров, которые были, у них уже это разложение произошло, и они более прогрессивные были в отношении рабства, у них рабства не было. А в империи, в Римской империи было еще рабство. Так вот империя почему упала? Потому что там не сложились еще феодальные отношения, которые были у варваров, уже сложились. И император, чтобы сохранить вот эти вот рабовладельства, но в новой форме, вот используя вот эту послушность, все эти вот коммунистическое настроение этих масс, использовать их в своих целях для того, чтобы работать на верхушку, вот эту верхушку, опять же, так говорится, прикрытые идеологически флером, вот этим христианским флером, писанием, которое можно и так, и так трактовать. И надо сказать, что при императоре Константине вот это вот на щит подняли христианство, перестала она преследоваться, и наоборот, начали пропагандировать, там же написано, подчиняйтесь властям, Кесареву, Кесареву, Богову, Слесареву, Слесареву. Все это очень удобно, это напоминает очень хорошо рабовладельческий строй. Поэтому вот когда вот императоры этим овладели, они переначали, переписали всю эту историю, немножко подправили этим первоисточники, опять же, поговорим о первоисточниках. И получилось, что у нас уже получилась Библия, Ветхий Завет приспособлен для подавления. И дальше использовалась военная сила для военного насаждения христианства, вооруженного насаждения в северных странах, в Европе и в Азии. В частности, вот в России. Силовым методом было навязано крещение. Около двух третьих населения было уничтожено, просто геноцид. Все это под прикрытием христианской религии. То есть она была уже переначена, уже не было никакого коммунизма, а был сплошной диктат, геноцид, подавление, и доминирование, вот это вот руководство над низшей средой. То есть распалось общество опять на три, как минимум, три уровня. Первый слой, второй, третий. Это самые трудники, как называемые. И в связи еще со средними веками это все обострилось. И получились военные конфликты уже между христианами. Поскольку учение само исказилось, направлений было много, поскольку разные государства преломляли по-своему. Армяне по-своему преломили. Грузины по-своему. Владимир там по-своему исповедовал. Он в Польше, там в Арсаве, другую песню пел. И в конце концов получилось разделение этого христианства на очень многие ветви. Поэтому вот уже там уже коммунизмом вот этим христианским, о котором Зюгана говорит, там, конечно, не пахло в этом вопросе. И кроме того, вот политика-то, она вся сверху идет, она использует все в своих целях. Так как вот Каин использовал нож, чтобы убить Авеля. Нож он для хозяйственных целей нужен был, вот, вообще нет. Но вот был приспособлен вот этим убийцам Каином, чтобы убить Авеля. Для него это было устранение конкурента. И вообще политика вот этих императоров, вообще высших властей, это что? Она из чего состоит? Составляющая в любой политике есть лицемерие. То есть на словах одно мы говорим, думаем другое, а делаем третье. Так действуют все, абсолютно политики. Дальше. Использование блуда. Вот сеют кругу вот этот вот культ секса, вот эти. В боголюбове там презервативы начинают делать, и это все для христиан это все преподносится. Воровство. Воровство крупное поощряется. То есть если ты крупно сворова, то тебе домашнее содержание, будешь дома жить, и там постепенно тебя на тормозах спустят, и будешь, ну, как к табуретке, сидеть спокойно. И Васильева рисовать картины, писать стихи, как вот сейчас, этот, кто у нас тут, Улюлюкаев там, Улюкаев. Стихи будет писать, как Шекспир пишет, хорошо. На квартире на своей 2 миллиона взяточку, это мелочные, на карманные расходы взял. Дальше, кроме воровства, значит, в политике содержится какая составляющая? Это чародейство, плодовство. Все время ищут связь с какими-то силами. Вот, на Лубянке же созданы. Ни и чего еще, говорили братья Стругацкие, ни и чародейство волшебства. Они же занимаются вот связью, там генералы сидят, несколько генералов сидели на этом вопросе. Целая ВЧ была, войсковая часть создана для связи с инопланетянами, для того, чтобы получать новые технологии. Ну, а на самом деле с чем они связаны? Ну, с чертями, с тем же самым, которые ненавидят людей. Это абсолютно точно. И составляющая четвертая – это вот убийство. Сплошь мы видим политическое убийство. Там, если что-то кто-то там сказал, какая-то журналистка, смотришь, ее уже вынесли, эту журналистку. Ну, журналист что-то там вякнул и какой-нибудь против что-нибудь сказал, смотришь, уже вот так убили. Политическое убийство – это вещь распространенная. Вот на этом, на всем держится политика. И вот, как теперь у нас есть надежный инструмент, психоматрица Пифагора, мы ее изучали, у нас есть плейлист по этому, то мы можем учиться на ошиблых, известных исторических персонах. Как они вот в процессе борьбы за эту власть, как они сами перерождались и превращались в свою противоположность. Ну, для тех, кто это не хочет, то смотри, плейлист, как образуется эта психоматрица, я, конечно, сошлюсь. Вот я напоминаю пример. Вот пример. Родился человек 8-го, 8-го, 78-го. Вот определяются 4 числа. Добавляется к дате рождения, ищется вхождение цифр, там, от 1 до 9. Вот рисуется вот эта матрица квадрата. А потом суммируется по горизонтали члены этой матрицы, сколько этих вхождений по горизонтали, и сколько вхождений по практикали. Ищутся дополнительные члены. И расшифровывается, какой характер тут здоровья, удачи, долг и так далее. Ну, это вы посмотрите, если кому надо. Я сошлюсь на сайт. Вот. Одновременно я почему по марксизму хотел? Потому что хотел назвать эту лекцию, ну, призрак коммунизма. Что это за призрак коммунизма? Почему он стал призрак коммунизма? Надо сказать, вот капитализм. Капитализм сейчас считает как? Это с того момента, как время, человеческий труд стал являться товаром. Товарно-денежные отношения. Ну, извините, он и раньше этот труд, даже весь человек был товаром, прерывом владельцем, струем. Я считаю, что капитализм надо отсчитывать с того момента, когда вот от долговых расписок, от этих берестяных обязательств перешли к деньгам. То есть, когда появились деньги. Это и появился капитализм. Ну, первоначальное значение капитализма – это основное достояние. То есть, что представляет дальше основное достояние. Вот, когда появились деньги, они уже стали основным достоянием. И на них можно было везде получить необходимые товары, где бы человека на земле ни было. Ну, и здесь, это уже современная фаза капитализма, когда рабовладельческий строй ушел, человек якобы свободный стал, и он уже начал продавать уже не самого всего себя, как говорится, с потрохами, а только часть своего времени, суток. То есть, допустим, вот 12 часов работает он на фабрике, а 12 часов он пребывает дома, свободно, что хочет, то и делает. Вот это уже современная фаза капитализма, когда человек якобы отвязан от хозяина физически, но время свое он продает. Время действительно является товаром, а не весь человек. Краткая история капитализма в чем заключается? Я буду только лозунгами, вот этими притчами говорить, потому что время мало. Нельзя такой вопрос большой осветить подробно. С вот этой соцсоединительской кампанией начинается настоящая, современная фаза капитализма. Чем отличается этот этап? Он отсечается тем, что хозяева денег, небольшие независимые хозяева денег, складываются для того, чтобы организовать компанию, скажем, в Индии. Там добывать товары, здесь их продавать, и на разнице в ценах получать доход. Или там добывать что-то, сырье привозить сюда. То есть ввести какую-то хозяйственную деятельность. Люди складываются капиталами. И, соответственно, с тем, кто сколько внес капитал, он получает и проценты дешевто, дивиденды, вот это, от этих акций, которые он вложил. Вот это вот тип акционерных общества. Ну, там не только индийская кампания. Там была русская кампания, в Англии была. И немецкая кампания, китайская. Вот Китай, там оперную войну они вели в Китае. И промышленность, вот такая империя, она родилась, в принципе, в Англии впервые. Ну, надо сказать честно, если рассматривать, то не только в Англии, а первые коммуны, первое взаимодействие смычка города с деревней было в Италии. Это уже в 13 веке, уже были в 13 веке, в 14-16 там уже сложился капиталистические мануфактуры, сукнодельные такие компании, сукно и другие компании, то есть фактории капиталистического типа. Это в Италии. И дошло до того, что промышленность вся развивалась в Англии, особенно вот это вот ткацкое производство, что начало влиять это все на самого человека и на окружающую его среду. То есть капитализм, хищничество и интенсивно, то есть экстенсивно он и интенсивно, и экстенсивно, всяким способом он эксплуатировал и землю, и людей. Поэтому вот если мы смотрим письма Энгельса, письма из Вупертали называется у него, труд, он очень художественно, талантливо описывает фабрику его отца, Вуперталь, город на реке Вупере. Он описывает экологическую катастрофу, что красная река стала от этих красителей, как они красили эти сукло, то есть невозможно было пить воду, питьевой воды уже не стало. Люди все наполовину алкоголики были, а наполовину они в религии все были. То есть одна половина ходит молиться, фанатики веры, а вторая половина вся спилась и в болезнях, в сифилисе там и так далее, и так далее. Люди работали по 12 часов. Используется детский труд. Детский труд, кстати, используется в Англии даже при подземных работах, потому что там можно было меньше этих отверстий делать в земле, дети маленькие пролезали не там, и тачку эту катили с рудой и с углем. И платить им можно было гораздо меньше, чем взрослому человеку. Так вот, экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Определен был вот этот забитый класс, который называет, он стал рабочий класс, который продавал свое рабочее время. Значит, им можно было этим рабочим классом, обездольным, и так же на селе так же сложилось. Появилось капиталистическое отношение в селе, чем определяется? Продажа земли. Как только земля стала товаром, то сразу на селе так же образуется расслоение общества, получается, кулаки, бедняки, нищие совсем и так далее. И получается там класс такой обедневшего крестьянства. Массово, который переходит на работу в фабрике. Из одного, из огня в полы, как говорится. Дальше капитализм, он не может вот так вот находиться на одной территории. И он там эту территорию всю загаживает. Ему надо обязательно экспансия. Экспансия в другие страны, которые чистые, еще не загаженные. И там тоже загаживают. Это вот сейчас как в Китае. В Китае будет чистенько, хорошо. Сейчас там не продохнуть. И в Японии тоже были райские там места. Сейчас там не продохнуть. Дым и гарь – это промышленность, кочегарка вся работает куда? На паразитические страны. Вот эти страны Европы и главные на США работают они все. А США, они страны, купоны только стригут и все. Как рантье проживают. Страны рантье. Если раньше рантье были отдельные люди, которые клали в банк и жили на процентах, то сейчас целые страны живут на эти проценты. Сейчас и США, оно должно уже триллионы. Огромные триллионы. И захват новых территорий связан с войнами, которые переходят потом в мировые войны. Вот такая хищническая сущность капитализма. И Энгельс, будучи самым из капиталистов, это ущучил. Потому что он был, ну, как бы в семье не без уродов, он был одним из уродов. Там детей было тоже шесть или восемь детей. У его отца, у Энгельса, предпринимателя ткацкого производства. Богатый был у него отец. Всем детям дал наследство. В частности, и Энгельсу досталось столько, что он мог как рантье проживать потом всю жизнь и даже еще одаривать товарища Маркса. Он его подкармливал. Где-то шесть миллионов фунтов стиль он потратил на Маркса, на своего друга. Сам он был, если отец у него ходил перед Богом и чувствовал на себе все время Божий взгляд, и свои поступки всегда очень выдержанный был человек религиозный, ходил под оком Божьим, как говорится, то Энгельс вел совершенно разгульный область жизни, пьянство девушки и вот эта журналистика, театры. Но он держал себя в порядке, выглядел хорошо, одевался хорошо и не пропил окончательно свое состояние, ну, отратил их вот на Маркса и на любовниц, какие у него были. Сестры Бернс, вот эти он жил, с двумя сестрами Бернса. Это он постоянно проживал. Одна уже начала помирять, он почему-то с ней повенчался за несколько часов до ее смерти. Дальше со второй стал жить, нерасписанный тоже. И тоже она помирает, он с ней за несколько часов тоже повенчался. Но параллельно с этим в Европе-то у нее тоже должен кто-то быть. А там вот три сестры тоже, он любил сестер, три сестры-писательницы были. Сейчас я не помню, писательницу приведу. Тоже с тремя писательницами он общался. Ну, это отвлечение такого личного порядка. Здесь дело моральное. То есть основоположники, я к чему говорю, что основоположники уже в современном коммунизме, не того, который от Христа идет, а современного, вот Эльгис, они уже морально были моральные уроды. Так, можно говорить, вели распутный образ жизни, пьянство и девушки. С детства, с юношества. И все это вот на деньги, которые они просто так получили. Вот пять функций денег, вам надо вспомнить пять функций денег. Средства платежа, средства обмена, средства накопления, мировые деньги и так далее. Вот это тоже надо знать нам, но я здесь не буду об этом говорить. Здесь у меня тезисы, я сейчас буду, ну вот золото вот возьмем, это все к чему, это капитализм-то. Самое сильное считается вот золото. Вот это сильная валюта. Вот накапливают золото и так металлы слитками куда-то складируют. Где они? Никто не знает. Вот сейчас в Китае эти слитки отгрузили, так там вольфрамм вместо золота. ООН, казалось бы, в ООН должен был совет по контролю за этим золотом. Где, золото куда девается? Вот что делают, прямо инопланетянам бесплатно его передают. Как говорится, задарма. Куда они ее передают? Неизвестно. В огромных количествах. За всю историю человечества было такое количество золота добыто, что просто хранить его сейчас не знаешь, где оно лежит. может быть конфискованное это золото. То есть их спокойно. И ООН не имеет права контроля. Роль ФРС высшей формы акционерного дела. ФРС, вот оказывается, высшей формы по печатанию вместо золотых денег вот этих бумажных денег, которые уже не имеют под собой золотого стандарта. И вот это капитализм на чем основа. В это же время в капитализме назрел кризис. Там же вот это заметили Энгес, Маркс. Они определили вот эти точки, где слабость капитализма это вот рабочий класс, крестьянство. И увидели, что начали создаваться, когда они рыли в библиотеке в этой лондонской национально-исторической библиотеке, они же занимались все, и Ленин, и Маркс, они занимались там. Вот они урыли, что есть, уже были раньше социалисты, утописты такие, как вот Мор писали книжку «Утопия». И Роберт Ууэн. Роберт Ууэн, он уже практически создавал совсем другой коммунизм, отличный от того, который проектировали Маркс и Энгельс. он фактически делал производство, сначала он в Америке открыл, а потом в Европу перешел. В Америке открыл производство, где были учтены интересы трудящихся впервые. То есть, коммунистические средства производства в общей, распределение согласно труду, вот это социалистической факторе, поддержка детей, обучение детей, медицинское обслуживание, культурные мероприятия, вся инфраструктура при фабрике и фабричные технологии производства вся самая современная. Эти производства у него там в США процветали. вплоть до того, что Николай Первый наш знаменитый, помните, я говорил про Пушкина, когда Николай Первый это друг Пушкина, как говорится, Пушкин его советник был. И он, может быть, даже по совету Пушкина, вот к этому Роберту Уэну он на фабрику ездил, сам император Николай Первый ездил. То есть, это вещь такая, он тоже был озабочен вот этим положением рабочего класса. Трудящихся Николай Первый уже. И вот если бы дальше вот эти наши императоры пошли по пути Николая Первого, то, может быть, с 17-го года это и не было бы совсем. А была бы вот такая конституционная монархия, которую хотел только в уме Александр Второй реализовать, но у него не хватило СМИ, до уха не хватило. И потом опять отвлечение по женскому вопросу. Вот Роберт Уэн практически. Это практически социалистическое производство. Это тоже было до Энгелса, до Марса. То есть, они не сами по себе. Вот. Он с 1771 года жил, до 1858 года Уэн долго жил. организовал опытные предприятия в США и Европе. У него был Николай Второй, ездил за опытом. Вот такая у нас Роберт Уэн, чтобы фамилии этого видели, это просто слышали. Роберт Уэн, английский социалист. Утопический коммунизм, а Франция идет. Тоже был Дизами, Пийо, Кабе в 40-е годы. Социалисты утописты были Сен-Симон, Фурье. То есть, это все было до Энгелса до Блакса. Ну, там пытались построить они социализм с человеческим лицом. В Германии тоже была Мюнсенская коммуна. Она была в 16 веке. Просто существовала два года эта коммуна. Ну, под действием этих реакционеров они пали. В то же время такие радикальные организации впервые возникли в Германии. Возникла организация революционная по защите интересов трудящихся Бурейна. Натис. Сторман Браун. Да, по-моему, штурман Браун Форстер по-немецки. Трудно сказать. Радикальный Бурейна Тиск. Форстер. 70-е годы. 18-го века. Это радикалы. военным путем, путем силы хотели защитить свои права. Там же в Германии был создан союз отверженных. Это уже в 19-м веке. Основан в 1832-м году. И он распадался на умеренное крыло и радикальный революционер коммунисты по идеям Бобёфа. Бобёфа. Если найду, я сейчас расскажу про них немножко поподробнее. Союз отверженных. Он потом переехал в Париж. Вырос из немецкого народного клуба. Герман Вольфрум. Йозеф Генрих Гарнье журналист организовал и торговец Вольфрум. Клуб запущен в 1934-м году. Основан в Париже запрещен в 1834-м году. Основан в Париже в 1932-м году. Основатели Союза отверженных Яков Ведени и журналист и Теодор Шустер юрист. Цель освобождения и возрождения Германии реализации декларации прав человека и гражданина, которые были сформулированы Великой Французской революцией в 18-м веке. В конце 18-го века. Союз отверженных издавал журнал журналист Георг Файн. Союз отверженных распался на умеренное крыло и радикалов. Радикалы портной был Юльгейм Вейтлинг исповедовали революционный коммунизм по идее Бобёфа. на базе радикалов образовался Союз Справедливых. А вот Союз Справедливых это уже больше 400 человек в нём было. От такой масонской кучки он вырос до 400 человек. Карл Шапнер рабочий его реализовал и Мадзини член тайного общества молодая Германия. Вот эти два организатора пролетарского союза справедливых. В 1840 году во главе Шаппером Союз Справедливых перебрался в Лондон. То есть в Лондон. И вот здесь очень интересный ключевой момент. Когда этот Союз Справедливых перебрался в Лондон, то там принцесса, одна из английских принцесс вроде Уельской, которая курировала вот эти все подозрительные организации, масонские все клубы. Она вызвала там ответственного из правительства человека по этому внутренним делам. и запросом удала не является вот этот ли Союз Справедливых опасным для Короны и для Англии. На что вот этот властный человек сказал. Мы этот вопрос изучили. Это исключительно германские переселенцы здесь организовали для разрушения трех империй, которые есть в Европе. Это германская империя, Священной Римской империи, Австро-Венгельской империи и Российской империи. То есть ориентация вот этого Союза Справедливых она была уже с 1847 года известна, когда туда влились Маркс и Энгельс. Как только они туда влились, эта организация распалась, она, то есть не распалась, она стала на другое название, стала называться Союз коммунистов. Вот впервые появился коммунисты, Союз коммунистов. Кому видать идти, унисты это единые, единые, идущие люди, куда неизвестно. Который, ну коммунизм, идти, чтобы идти, который был распущен в 52-м году, в 1852-м году. Образовался международный товарища трудящихся, Первый Интернационал в 64-м году, в 1864-м году. Но здесь на Первый Интернационал в основном влиял такой крупный человек, как Бакунин, который был вообще в деле революции покрупнее, Маркс и Энкес вместе взяток. Он был оратор знаменитый, говорил он, он мог говорить сутками. И говорил красочно, отличался огромным здоровьем, пробивной силой сидел он в тюрьмах, вообще еле вырвался из этих петербургских тюрьм, перебрался в США, потом опять Европу. Это отдельное, будем разговаривать, если будет такой интерес по запросам. И вот Первый Интернационал это был социнтерн в основном Бакунинский. И в 72-м году он прекратился, а в 76-м году распущился. В связи с тем вот с расхождением между коммунистами и анархистами. Второй социнтерн образовался в 1889 году, уже без анархистов. Брюссельское бюро. Ну это вот мы занимались Союзом справедливых. Это отвлеклись в том Союз справедливых у нас. Лондон преобразовался в Союз коммунистов. Одновременно с этим что там сделали Энгельс и Маркс? Вот они впервые там как раз и символ веры коммунистов сформулировали. Так он и назывался вначале символ веры. Это Энгельс первый текст написал Энгельс. Он хорошо писал. Потом Гесса подключили и он значит второй вариант тоже Энгельсу не понравился и тогда привлекли Маркса и он с помощью конечно Жени Маркса потому что Маркс он как он так писал по-немецки что он как Ленин писал что у Ленина еще более понятный почерк чем у Маркса там вообще иератика сплошная. принимала только Жени Маркса никто не мог вот возьмете книгу я сошлюсь здесь на полное собрание с Жени Маркса Энгельса 50 тому вот там есть все картинки с почерком этого Маркса это же жуть кошмар а Жени Маркс она была очень стилист хорошей вообще как писатель замечательная она и подправляла все эти мысли он формулировал там в спешке все это лепила она все выправляла и чисто текст сдавала уже в печать и вот он Маркс написал вот эту окончательную редакцию с помощью Жени и она называлась уже манифест коммунистической партии не символ веры как Энгельс хотел то есть он хотел как бы религиозное содержание придать этому коммунистическому чтобы легче был переход для многих потому что все верующие рабочие были все верующие крещеные и так далее несмотря на различия католиков протестантов там латуране и все православные но все были верующие поэтому символ веры для всех был понятием вот Маркс он учил главное в капитализме то есть главное там мани мани это фест манифест как расшифровывается очень просто это праздник денег то есть вот деньги и все и все решают потом их правильно распределить и будет коммунизм все идут и пляшут это было написано манифест и там было впервые написано призрак коммунизма вроде призрак а призрак будет по Европе призрак коммунизма это первых словах это ну требования мы все знаем какие коммунистические это там социальные первый этап социализма второй этап коммунизма как при коммунизме идет распределение по труду там при социализме по труду по потребностям откажут там по способностям и так далее это мы все знаем сдавали зачеты Вот по заданию от Союза коммунистов был и сделан этот манифест Если я сейчас подробнее про него прочту Девятую страницу сейчас откроем И мы здесь какой-то еще Ага, страница девятая Шестая Здесь у нас девятая Вот Энгис, пожалуйста Манифест, 1820 год он родился Бакунин раньше, он в 14-м году, он старше их был Поэтому у него работа была больше, чем у Маркса и Энгиса Кстати говоря, сейчас вот Бакунин Жак Фреско Сто лет исполнилось этому Жаку Фреско Он реализует вот эту мысль Бакунина об анархии То есть, чтобы не было иерархии в управлении людьми И Жак Фреско, он управляет людьми через компьютер Что человеческий фактор уже не влияет А всем занимается огромный компьютер, который обеспечивает нам все хорошее жизнь Но это тоже утопия, как и у Бакунина Но утопии уже основаны на достижениях электроники Так вот, Манифест Первый Конгресс Союза Справедливых переименовал в Союз Коммунистов Первое название был Проект Символа Веры Второе название Принципа Коммунизма Был текст Мозеса Гесса, который не понравился Энгельсу По решению Второго Конгресса Союза Коммунистов К тексту подключился Маркс Который при помощи Энгельса подготовил текст Коммунистического Манифеста Как программ Международной Организации Революционного Пролетариата Уже Организации Окончательный текст Маркс написал в январе 1848 года Первое издание в Лондоне на немецком языке 23 страницы в темно-зеленой обложке Бакунин первый перевел на русский язык И напечатал в типографии колокола в Женеве Второе издание на русском языке В переводе Приханова В 1882 году тоже в Женеве Но специально принесло им Карла Маркса и Фридрихса Энгельса Олеся Украинка первой перевела на украинский язык Вот что мы имеем Вот первый интернационал Это же в основном Так, я говорил Это социнтент Бакунин 13 евро стран в него входило И США Раскол произошел в 1972 году Ну, анархизм не понравился Не катил анархизм Там намечалась иерархическая организация Вот А затем Затем Второй интернационал То есть я найду про второй И третий Четвертый Второй социнтерн Он Второй интернационал Без анархистов Бюро было в Брюсселе В 1418 году он не работал В связи с мировой войной После Самервальской конференции Появился третий национал Коминтерн А второй социнтерн Возрожден в 1923 году Он стал социнтерном В 1951 году Его назвали социнтерн Четвертый Антисталинский коминтерн Это Троцинский Коминтерн Цель победы Мировой революции И в 1942 году После Убийства Троцкого Распался этот Четвертый коминтерн На множество групп Которые до сих пор Существуют И благоденствуют Про капитализм Вот такие у нас эти Социнтерны Вот мы Теперь переходим Как в России-то было В России-матушке-то Что тут было В России-матушке Была Северная Революционная народная группа И общество народников Ну это все Шло с 18 века Потом в 19-е Перешло век И перешло это дело Вхождение в народ Поняли, что народ Он Тупой И неграмотный В основном Население было Не читать Не писать Они никто не умел Только вот знали Молитвы Отче наш молитвы Знали и все И некоторые А потом Его из этой гильдии Из-за списков Выкинули И он стал Просто разгильдяем Вот и они Ходили все По земле И воле И организовали Организацию Земля и воля Там в России Что было Крестьянская В основном Страна Производительство Брат Сельского Хозяйства Была Ничтожной Поэтому Вот Много Нам потребовалось Рабочей силы Крестьян Чтобы обрабатывать Землю В распределении Земли Было Община Распределяла Землю До Столыпина Община Делила Землю Общую Между Свободными Крестьян И вот С землей Было Плохо Пости Не было Косить Нигде Не пости Ничего И проблема Стояла Вот надо Этот крестьян Как-то поднять На это Выступление Вот эта Земля и воля Этим занималась Но для этого Надо было Их образовать Кто туда Входил Натансоны Это братья Натансоны Михайлов Оболешев Плеханов Георгий Валентинович Квитковский Кстати Вот Плеханову Я и хотел Тоже посвятить Сегодня Ему 160 лет Со дня рождения Будет 11 декабря 160 лет Другое крыло Второе направление Было Вот Осинский Аптекман Позже Кравчинский Это Активное направление Карательное Клеменс Морозов Перовская Тихомиров Фроленко Это Чайковцы И кружок Фигнер был В этом же направлении Они призывали К чему Вот эти люди Земля и Боля Давайте Поселимся Вот В деревне Как вот Стерлигов Вот оно Все бросил Поселился В деревне И начал Было Вот этих Крестьян Трудно Там Дома им Строить Все Давайте Работайте Я буду вас Организовывать Ничего Не получилось Вот он Типа Народник Вот Так Вот Церковь Открыл Чтобы они Там все Ходили Молились Трудились Обучить Их Хотел Но Ничего У него Не получилось Сейчас Он Считается Крестьянин Но Работает В основном Своей Семью Кто там Еще Ему Помогает Я не знаю Может быть Вот эти Проценты Которые Накопил На гробовом Где Это Помогает Вот эти Народники Земля и Боля Они видели Основную Революционную силу В крестьянстве Поскольку Крестьян Было Больше В России И Пропагандировали Крестьян Чтобы землю Поделить По справедливости Какая была Принцип Организации В этой Земле и Боли Это Дисциплина Взаимоконтроль Централизм И конспирация То есть Уже Форма Организации Воль Совершенная Какая Программа Была Что они Намечали Делать Первое Это Дезорганизация Государства И Уничтожение Выдающихся лиц Правительства Что они тут Достигли Вот Шефа Жандармов Мезенцев В 1878 Году Убили И Пропагандировали Террор Как Самозащита И месть Кого-то Арестовали Всюмку Послали Значит Надо За это Должны Отомстить Должны Ну Ну Потом Русско-турецкая Война Вот 1877 78 Год Здесь Организация Значительные Изменения Протерпела Она Раскололась На террористов Листок Земли и воли Они издавали Это Михайлов Мороз Тихомир Плитковский И другие И они Потом Организовали Свою народную Волю А деревенщики Которые Вот Просветители Это Тихомиров Попов Аптекман И Другие Но В том числе Прихана Черный Передел Вошли Она Была Организована В 1879 Год Среди Крестьян Распространился Слух Что Вот Будет Черный Передел То есть Как Вот Всем Будут Раз И Задаром Давать Как Вот Черный У нас Пятница В магазинах Будут Телевизоры Задаром Раздавать Как В Америке Так же Черный Передел Они Хотели Сделать Народовольцы Это Были уже Профессиональные Революционеры Политические Борьбы С самодержанием Исполком Народной Мули Это Михайлов Квитковский Желябов Перовская Фигнер Морозов Фроленко Тихомиров Баранников Якимова Ошанина И другие Боевые Товарищи Рабочая Студенческая Группа Была Создана Сеть Более чем В 50 Городах Более 500 Человек А вместо Добровольцами Несколько Тысяч Человек Требования Программы Народной Боли Созыв Учредительного Собрания Выборы Избирательного Права Свобода Слова Совести Печати Сходок Общинное Самоуправление Замена Армии Ополчением Передача Земли Народу Самоопределение Национальных Меньшеств Линии капитализма От линии От капитализма К социализму Переход На утопию Минуя капитализм Перейти к социализму От крестьянского уклада Сразу к социализму Газеты Они издавали Народные воли Рабочие газеты Бланкизм Ну в общем Здесь бланкизм Черносотинство Здесь После убийства Александра Второго В 1881 году 1 марта Народные воли Кризис Возрождение Народные воли В 1883-1884 годах 19 века Связано с Лопатином Якубовичем Аржихом Пагаразом Штенбергом И Гинсбургом В террористическую Фракцию Народной воли Входил и брат Ленина Александр Ульянов В 1886-1887 года Еще Не сформировались Марксистские Кружки Ошибки Политический Заговор Непостоянство Программы Программных Посылок Несостоятельность Программных Посылок Из Крестьян Сразу Социалисты И Примат Террора И Закончились Эти Вот Переходы Прахом Это Закончилось Народные воли Ульянов Был Повешен Казнен Был Ульянов Брат Ленина Хотя В принципе Они Не убили Царя Только Покушались На покушение Было Но если Помним Викторию Королеву Английскую На нее Семь раз Покушали Стреляли в упор Промазали Все Никто Никто Не был Ни расстрелян Ни повешен Ничего Но там Максимум Семь лет Давали Потому что Покушение Не состоялось Она Не претерпела Ущерба То есть Вот В этом отношении Она Координационной Монархии Более Гуманной Оказалось То есть На На кол Не сажали Дальше Вот Черный Передел Где Партия Социалистов Федералистов Они Пустили Слух О всеобщем Черном Переделе Это я говорил Да Они утверждали Революцию Может совершить Только народ Территорические Методы Уже Отошли Они Не признавали Широкие Агитации Пропагандам Масса То есть Подготовка Общественного Мнения О чем Пушкин Писал Организаторы Центрального Кружка Плеханов Оксельград Засулич Аптекман Попов Дэч И другие Журнал Черный Передел Газета Зерно После Эмиграции Плеханова Главарем Стал Буланов Решко Загорский И Шефтель И другие Надо Сказать Что Плеханов С подачи Оксельрода Появился Вообще В революции Плеханов Был студентом Он Закончил Потом О нем Скажу И Дал Ему Поручение Вот Организация Оксельрода Выступить На митинге Организовать Митинг Выступил Он Там И стал С тех пор Революционером Вот Здесь Вот что Заметим Откуда Появились Вот эти Большевики Меньшевики Коммунисты И так далее Сейчас мы Это дело Разберем Это же Второй Съезд РСДРП Что такое Большевизм Вот Вместо Справедливости Союз Справедливых Я говорил Это в Англии Маркс Энгельс И Масонская Там Группа Связанная С приоратом Сиона А вот Здесь Большевизм Уже Приняли Вместо Справедливости Равенства Свобода Как во Франции Свобода Равенства И братства Это На втором Съезде РСБ Выборы Руководящих Органов Партии Сторонники Ленина Составили Большинство А Портунисты Меньшинство Большевизм Существует Как течение Политической Мысли Как политической Партии С 903 Года Ленин Пятое Издание Том 41 Большевизм Это партия Революции Диктатура Пролетариата Кстати Слово Диктатура Пролетариата Впервые Ввел Энгельс Именно Энгельс Именно Слово Диктатура Что отвечала Ему Психоматрица Вот Именно Энгельс О чем Если будет Время Я расскажу Диктатура Пролетариата Термин Энгельса Партия Коммунизма Большевизм Вел Больбу С либеральным Народичством Легальным Марксизмом Экономизмом Вражебные Политические Партии Кадеты Буржуазные Националисты Эсеры Анархисты Меньшевики И другие Около Пятидесяти Партий Противостояло Большевикам Было После Революции Октябрьской Революции В России Было Около Пятидесяти Партий Они Были За Руководящие Ролями Рабочего Класса В боях Против Самодержавия И Капитализма Враги Внутри Партии Тоже Были Отзависты Левые Трацхисты Рабочие Оппозиции Правые Укладнисты ВКБ И другие Антипартийные Группы Коммунисты Организовали Свой интернационал Третий Коминтерн В марте 19-го Года На восьмом съезде РКПБ Вторая Программа О строении Социализма Была принята Первая Программа Это Переход Свержение Значит Царизма Вторая Программа Построения Социализма В 1961 Году Уже КПСС Название Все Менялось Там Уже РСДРП Превратилась КПСС И приняла На 22-м Съезде Программу На построение Коммунизма Но это Не выполнена Была Программа Вот Название КПСС До 17-го Года Было РСДРП Российская Социал-демократическая Рабочая Рабочая Партия 7-го Апреля 7-ой Апресс Конференции РСДРП Б Вот На конференции Разделились Там С марта 1918 Года РКП Б Российской Коммунистической Партии Большевиков С декабря 25-го Года ВКП Уже Всесоюзная Поскольку Россия Уже Стал Союз И стала Всесоюзная Коммунистическая Партия Тоже Большевиков А с 52-го КПСС На 19-м Съезде В Коммунистической Партии Советского Союза Вот Большевистский Съезд Был создан На фракции 5-й Лондонский Съезд РСДРП В 7-м Году Ленин И члены ЦК РСДРП Гольденберг Дубровинский Рожков Позднее Ликвидатор Теодорович Нагин Богданов Красин Покровский Лейтезен Линдов Шанцер Зиновьев Таратута Каменев Рыков Враг народа Золота В США Секретарь Крупская Вот Резиденция Была В Финляндии В 7-м Году В 8-м В Женеве С 9-го По 10-м Резиденции В Париже Орган Газета Пролетарий Ликвидирован В 10-м Году С целью Сохранения Единства Партии Перешли На компромисс С меньшевиками Ну я дальше Про Ленина Хотел рассказать Но уже Это надо Сворачивать Мы К итогу Должны идти Призрак коммунизма Значит мы Манифест Это Праздник денег Мы С вами Прошли А вот Три источника Три составные части Марксизма Ленин Про что писал Из чего Марксизм Стал Состав Ну я говорю Что Маркс Очень упорно Работал В библиотеке Лондонского Исторического Музея В романной Библиотеке В романной Собрании Книг И он сидел Там С открытия С 10 часов И до 7 Не могли Его выгнать Он отсидел Себе всю Пятую точку Там покрылся Она Эта пятая Точка Голдырями Сколько он Долго сидел Штаны Не менял Как говорится Вот И вот Там он Набрал Эти три Источника Конспектировал Все Вплоть до Как говорится Ну что там Правил охраны труда Конспектировал Даже Рабочим вопросом Интересовался И какие Эти три Судья Вот Английская Экономика Да Английская Экономика Это Сильная Экономика Поскольку Там Именно капитализм Впервые Достиг Высокого уровня Развития В Англии Ну Там уже Две Экономики Тоже Нормальная Экономика Есть Спекурдяй Спекурдяй Выбрана Профанация Фактически Сейчас Гегель Так все Критикуют Там вообще Чушь написана А еще Диалектики И Материализм Не в том смысле Выбран В каком Рационалисты Используют Этот термин То есть И здесь Выбрана Не самая Лучшая Часть Это Составная И Франция Социализм Там тоже Два Социализма Там Итальянский Был еще Я говорил Социализм Роберт Увен В Англии И вот Надо было Все это Хорошее А они Выбрали Вот именно Вот тот Который Социализм Французский Который Вырастал Из Так называем Великой Французской Революции Где Возглавляя Ее Сугубо Эгоисты Которые Друг друга Отрубали Головы Это Социализм Гильотинный Я его Назоваю Нормальный Там был Социализм Это Социализм Это Утопистов Уэна И других Реальных Людей А это Были Просто Головорез Социализм Головорез Там Сначала Робеспьер Отрубил Гору Потом Робеспьеру Отрубили Голову И в один И тот же День Вот Три Источника Ну Четвертый Источник Они не взяли Это Итальянская Самая Так Древняя Там же Коммунистическая Коммуна Образовалась В XIII Веке Они Не Ущучили Это Марс Нет Здесь Вот Италия В XII XIII Веке При поддержке Городов В Италии Возникли Сельские Коммуны Выросшие И разорвали Феодальных Общин А в XIV XVI В Италии Зародилось Раникапиталистические Отношения В XIV Веке Птолистической Мануфактуры Об этом я говорил Ну Конечно Вот Соцпартии И Компартии Поздно Там возникли Поэтому Может быть Вот это Соцпартия В 1892 Году Создано В 1921 Компартии Только Компартии В 21 Году Вообще Хотя Они Занимают Там Хорошие Позиции Соцпартии Компартии Они В парламенте Представлены Широков Ну Племенами Их Выкидывают Но потом Они Возвращались Вот это Четвертая Составная Часть Итальянская Составляющая Вот Если взять Германию Что там У нас В Германии Происходило Сейчас Мы посмотрим Сведения Германии Какие Мы знаем 19 земель Вот Девятая Нижняя Саксония Столица Ганновер При Курфюсте Служил Лейбницону И выбрал Георгия Первого Короля Я об этом Говорил В тех Лекциях Которые Лейбница Касались 90 миллионов Народу Философом Вот Среди Самых Таких Продвинутых Считается Эммануил Кант Ну Во-первых У него Была Гипотеза Вознагновение Солнечной Системы Из Газополевого Облака Модель Такая Есть Математическая Ну И вот Здесь У нас Лекция Была Логика В третьем Послании Кон Вот Это Комиссия Наблюдателей Отряд Наблюдателей Космический Отряд Наблюдателей Он Как раз Нам Тоже Сообщает Вот Эту Кантовскую Весть Что Из Газополевого Облака Было Создано Вот В трехмерном Пространстве Вот Эта Солнечная Система Но В то же Время Вот Кант Он Жил В Калининграде Сейчас Называется Калининград Этот город И там Он жил И Некоторое Время Этот город Принадлежал Российской Империи Там стояли Российские Офицеры У него На квартире И Вот До того Что Предлагали Ему Читать Лекции Там Научные Лекции Но Он Отказался И После Вот Этих Посиделок С Нашими Офицерами Он Сделал Вывод Что Русские Наши Главные Враги Вот Откуда Это пошло От Канта Вот Это Ненависть К Русским Европе Поскольку Канта Там Вся Знает Вот Это Германия Все Это Вот Из Ненавидения Вот Русских От Него Все Вопросы Которые Он Задавал Себе Философские На которые Пытался Ответить Они Были Еще В Египте На них Ответы Об Этому Говорили В психоматрице Пифагора Еще Пифагор Знал Ответы На эти Вопросы Для чего Я На земле Что я Могу Знать Что я Должен Делать И на Что Смею Надеяться Вот Он Вопросы Такие Задавал Все Это Есть Вы Говорили Про Психоматрицу Пифагора Вот У него Критика Чистого Разума Критика Практического Разума И Критика Способности Суждения Ну Одновременно С русофобством Он проявлял Иудофобство У него Было Антисемитизм Тоже Проявлялся Ну Надо Сказать Что Выступал В социальном Плане За равноправный Союз народов Который Приближал Идею Вечного Мира Выше Всего В человеке Он считал Талант К изобретению Изобретателя Вызывал Гениями Мы Не будем Останавливаться Психоматрица Вы знаете Вот У него такая Психоматрица Видите Ну Так же Вот Гегель Вот Там Гегель Был Это Извращение Лебница Полное Извращение Лебница Ну Его Они Так Заобразие Взяли Энгель С Маркс И сейчас Вот эти Марксисы Гегель Диалектику Изучают А Лебница Они Отбросили Потому что Они Не вчитались И потом Надо было Собирать Материалы Лебница Разбросан По письмам А полного Собрания Лебница Никто Не издавал Если Карл Малкс Энгель Плеханов Уже Начал Издавать В середине Того Восемнадцатого Девятнадцатого Века А Лебницу До сих пор Мы Не видим Полного Собрания Счинения Ну С другой стороны Вот какой Германия Внесла Вклад Если Вот Объективно Разобраться Вот Науки В Германии Я вот Еще повторяю Лебниц Клапрот Клапрот Был Такой Ученый Мы его Не знаем А тем более Тем не менее Уран Открыл Открыл Элемент Уран Титан Кальций Рихтер Закон Химических Эквивалентов Открыл В 1694 Год Камерариус Открыл пол Что у растений Существует пол Важное Открытие Кель Ректор Гибридизация Растений Гибриды растений Начал получать Впервые В 1755 Году Кант Гипотеза Я говорил От газопулевого Облака Математически Она В принципе Может быть Обоснована И математики Там Германии Смотрите Какие были Гаус Мебиус Дерихле Якоби Бунзен Шунбейн Ну это Уже не математики А вот До якобы Математики Бунзен Шунбейн Физики Шунбейн Открыл Озон Либих Органический Химик Вот Вюллер Уже в 1824 В 1828 Годах Вюллер Произвел Синтез Мочевины Ищайной Кислоты Это Прогресс Очевидно Известное Теория Электромагнитной Индукции 1800 Вебер Нейман Какие люди Были Галле Немец Открыл планету Нептун Бесцель Это знаменитые Бесцельевые функции Мало того Расстояние До трех звезд По их Параллаксу Определил Майер Гельбольц Закон о сохранении Энергии Гельбольц Кроме этого Много всего Сделал Шван Шван Это вообще Крупный ученый Но мы его мало знаем 1838 год Единая Клеточная Теория Строения Всех живых Существ Это прогресс Колоссальный Вейс Основа Кристаллографии Гумбольт Это Космосом Занимался Человек Вейс Штрасс Арифметикой Занимался Анализ И анализом Додекинт Ну это известный Кантор Теории множества Римман Интеграл Риммана Мы знаем Клейн Синтез Множественных Отображений Математики На основе Теории групп Клейн И разные Геометрические Штучки Клаузиус Второй Начал Термодинамики Гумбольт Гельмгольт С первого Начала Нерв С третьего Начала Все начала Термодинамики Видите Все немцам Подлежат Макс Планк Это ясно Квантовая Теория Кергов Вакон Кергов Это как Ом Плюкер И другие Тлеющий разряд Другие Генераторы Постоянного Переменного Тока Отто Ланген Газовые Газовые Двигатели Внутреннего Сгорания Линды Холодильник Изобрел Майбах Бастороходные Бензиновые Двигатели Даймлер Майбах Машины Есть такие Вот они Изобрели В 1683 Году Тоже Бенц Мерседес Автомобиль Хольдман Газовая Турбина Видите Какие Крупные Вещи Немцы В какой Вклад Штумер Прямоточная Паровая Машина Сименс Электроплавильная Печь Манесман Трубопрокатный Стам Отто Мор И другие Сопромат Эбе Современная Теория Микроскопа Освальд Теория Осворов Нерст Электрохимия Гильберт Новая Алгебра Минковский Мы знаем Что это Теорию Дал Эйнштейну Пространство Время С координатами Скрестил Держа Сужу Нетр Новая Австрактная Алгебра И теорема Вот Нетр Теорема Вейль Математик Крупный Нейман Франк Герц Штерн Герлах Ну Спектр И так далее Гизенберг Борн Шрёдингер Дирак Это все На слуху Ну а философию Кант Гегеля Они считают Да И Вольф Популяризатор Идеи Кстати Вольф Популяризатор Идеи Лейбница Вот В литературе Что следует В Германии Отметить Каких Бранд Писатель был 15 века Корабль Дураков Написал Ну это Сатир Цех Плутов Еще Мур Написал Это уже Да В тоже 15 веке И письма Темных людей Он же написал И разум Роттердамский Похвала Глупости Ну это сатира Такая резкая Очень сатира Тоже 15 век То есть 15 и Начало 16 Лесинг Басни Гёте Это ясно Что Фауст Все знают Шиллер Тоже знает Гейны Гейны Все знают Поэта Томасы И Генрих Манн Братья Были писатели Если Что касается Генрих Манн Более Социальный Такой Ориентивный Писатель Чем Томас Манн Учитель Гнус Верноподданный Генриха Манна Эрих Мариер Марк Тоже На западном Пронте Беспеременные Три товарища И так далее Цвейк Фихт Вангер Это все Классики Вот такие Брехт Из Игерс Вот этих Можно отметить Они Очень полезно Про них Нам Студентам Знать Ну и Какой Еще второй Источник Это английская Как говорится Система Да Три источника Германская Английская Составляющая Что там было Социальное Первое Восстание В Англии Было Уотто Тайлер В 1381 Году Уже Выставали Антифеодальные Восстания Были В 1337 Году До 53 Года Столетняя Война С Францией Очень продвинула Всю военную Всю технику Науку И все Вперед Продвинуло В 1485 В 1485 Война Алой и Белой Розы Это Правящие Верхушки Ланкастера И Йорки Погибли Обы Династии В этой И В 1485 В 1608 Была Династия Уже Тюдоров Период Первоначального Капитала Обезземелье Крестьян Произошло В этом Мануфактуру В 16 Веке Огораживание Огораживание Оттуда Произошло Обездоленных Крестьян Огораживание И восстание Кета Роберта В 1549 В 1549 В 16 Веке Появилось Компании Московской Восточной Восточной Востоиндийской И другие Компании Капиталистические Прообраз Монополий Интернациональных В 1588 В 1588 В 1888 В 1888 Не прикладая Рук Они разгромили Испанскую Армаду Ветер Рассеял Просто Буря И они Получили Власть Над морем Вроде До Америки Первая Английская Колония В Америке В 1607 В 1608 В Виргинии В штат Вирджинии 1609 Первая Торговая Контора В Индии Тюдоры Ну я говорил 1603 1625 Годы Стюарты 1625 И 1649 Годы Англикане Пуритане Они Пуритане В 1653 Диктатура Кромеля Восстание Стюартов Карл Второй 1660 В 1714 Ганноверская Династия Потом Переросла В современную Венцовскую Династию Георг Первый Георг Второй Георг Третий Там же Возникли Профсоюзы Первые Триллионы В Англии Великий Национальный Союз Предельщиков 1829 Год Национальная Ассоциация Для защиты Труда 1830 Год Закон О бедных Был введен В 1834 Году Чертисты Были 30-40 Годы 19 Века О Коннор О Брайан За революционные Методы борьбы В обороне Выступали Гарни Джонс Под влиянием Маркса Энгельса Уже работали Левые За революционную Борьбу Как главное Средство Национальная Чертистская Ассоциация В 1940 Году Чертистский Конвент 1951 Год Добились Десятичасового Рабочего Дня Достижения Для Женщин И детей В 1947 В 1947 Году Это только Для детей Добились Десятичасового Рабочего Дня А сейчас До шести Снижает Людей Некуда Девать Не знает Чем занять Людей В 1858 Год Индия Корона Индийская Корона Перешла В Англию Поверх Английской Колонны Корону Ее надели Вторым Услови Какие достижения Ну кто Тут Вот У них Такой Знаменитый Это Вот Были Рекорд Замок Знания Руководство По астрономии Написал Неппер Изобрел Логарифм Гильберт Большой Магнит Земля Лондонское Королевское Общество Было Сознан В 1662 Году Обсерватория 1675 Год Бекон Фрэнсис Бекон Философская Программа Развития Знания Методологии Наук На основе Эксперимента Эксперимент Главный Метод Познания Природы Бекон Монах Бейль Гук Сопротивление Материалов Гарвей Такой Ньютон Законы Механики Уоллес Рен Законы Удара Шаров Тейлор Ряды Маклорен Математические Ряды Всеми Пользуемся Всем Основы Потом Для Интегрирования Уайет Предельная Машина В 1733 Году В 18 Веке Уже Была Предельная Машина Кей Летающий Ткацкий Челнок В предельной Машине Был сделан Картрайт Ткацкий Станок УАТ Патент На паровоз Машина Двойного Действия С непрерывным Вращением Вращающимся Движением Ну Маховик Саймингтон Переход А пароход С кормовым винтом Саймингтон То есть Винт Вместо паруса 1962 Год Тревитик Паровоз Изобрел Тревитик 1903 Четвертый Год Стефенсон Налезная Дорога С паровым С паровой Тягой Корт Прокатный Стан Блэк Открыл СО2 Волки Суглероза Розенфорд Азот Открыл Присли Кевин Кислород Открыли Дальтон Начало Атомной Теории Фараде Электролиз Днисмит Паровой Молот Кул Уитстон Телеграф Вот Кстати Мост Уитстона Тоже Есть Кристи Это его Первые электростанции Джоуль Максвелл Релей Оптика Теория звука Сток Томсон Гидродинамика Ватских жидкостей Грин Теория потенциала Функции Грина Гамильтон Гамильтон Кваторнионы Буль Алгебрологики И основания Арифметики И алгебра Бэббидж Вочистительная машина Идеево-очистительная машина Томсон Из сотрудниками Электронная теория Мозри Содди Изотопы И спектры Резерфор Содди Основная теория Радиоактивного Распада Кокфорд Уитстон Ускоритель Это еще Уже 932 Чедвиг Нейтрино Пауэлл Аккама Океамана Пемизон Пауэлл Рочестер Бэтлер Гипероны К частицы Брэг 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 Рентгеноструктурный Анализ Хей И другие Радиоастрономии Дирек Квантовая механика Ну и так далее Бертон Рассел Там Уайтхед Математическая логика И основания математики Теории чисел Харди Литл Волт Математическая статистика Фишер И другие Хевисайт Надо отметить Хевисайт Флебинг Чепмин И другие По электронике Уотсон Уатт Начало радиолокации 1934-1935 год Благодаря ему Отбились немцы То есть от немцев От авиации Геринга Угличане Сантиметровую Радиолокацию создали Станции Радиолокационный Фуд Фуд А Фуд Б В философии Бекон Скотт Акам Лезвие Акама Известное Томас Морс Социальная утопия Гопс Лок Воланд Гартли Присли Это метафизики Беркли Юм Это идеалисты ООН Утопия Рассел Мур Прайс Витт Генштейна Потерянный рай Знаменитый Который Который Всю эпоху Так Пластом Целом Выдал У нас 30 томов Издано Так Кирей Ярбург От Тщеславия И Стивенс Шоу Конечно Есть еще Голсу Уорси Уэллс Герберт Уэллс Это фантастика Саммерсет Муэм Шпионские страсти Голдинг Повелитель мух И снова Коридоры власти Ну вот Такие вещи Что у них За короли Ну можно Показать Вот Психоматрица Ихних королей Вот Георг Первый Коронован 1714 С подачи Легница Вот Психоматрица Слабо здоровый Человек Но Обаятельный Георг Второй Георг Второй Где он Тут у нас Ай Чью-то Вот он Второй Вот коронован Какой он 1717 Да Вот тоже Три двойки Вот обаятельный Такой Духовный Стилет Вот Георг Третий Ну они уже Так от Брак Это Брак это Первый Это Георг Он Двою Одной Сестрой Зачал Следующего Потом они Выродились Уже Дядя Тетя Племянница Пошли Эти Вензоры Это Это Последний Вот генерал Георг Второй Сам Водил В войска Сражение Видите У него Четыре Единицы И этот Тоже Был Генеральские Четыре Единицы Георг Второй Георг Третий То есть Вот Георг Пятый Видите Он уже Был Эгоист Такой У него Четыре Двойки Его сосали Его энергетику Сосали Вампиры И Три Семерки Он На короткое Время Пришел Но поскольку Он задержался То он Очень страшно Болел Болел Так Теперь Кто у нас Есть А Вильгель Четвертый Тоже Эгоист Две Единички Вот И две Восьмерки Под управлением Темных сил Это Вильгель Четвертый Теперь Виктория Вот Эта Виктория Бабушка Она Хорошая Бабушка Она Сделала Фактически Империю Правила Очень Долго 60 Лет Больше Нее Только Современной Королева 60 Лет Правила Тоже Эгоистка Она Но Эгоистка Какая Она Полезная А вот Сына Она Не Любила За Ней Пришел Вот Этот Сын У него Тоже Генеральский Характер Но У него Негостатков Много Тоже Три Семерки И он Недолго Тут Продержался На Этем Царстве За Нем Пришел Георг Пятый Вот У него Нулевка Здоровья И поэтому Он Похож был На Николая Второго Копия Портрет Николая Второй И он Это Прямо Было Как Два Близнеца Он Нужен Был Фонарик Фанатик Слабо Здоровый Люди Охочий До Женского Пола За Ним Пошел Кто Тут Который Отказался От Кристола Это Семьцов Эдуард Восьмой Он Несколько Месяцев Проправил С Января И По Декабрь Три Шестого Года Потом Вынуждены Был Премьер Министов Сказать Или Давай Цари Дальше Или Со своей Женой Убирайся Потому что Она Немецкая Шпионка Она Действительно Симпсон Вот это Ну Уи Уоллес Она Значит С кем Только не Жила Она Со Спенсером Первым Мужем Жила Одинц Лет У нее Был Алкоголик И ее Бил С перерывом Она Жила С ним С Одинц Лет Потом Вышел Замуж За Симпсона И С этим Симпсоном Тоже Прожила Шесть Лет И В это Время Она Еще И спала С Трандлом С Фит Жеральдом Имела Связь С Риббентропом Который Она Она Была Его Агентом Он ее Заграбовал Вот И Только Значит Они Познакомились У Каких-то Знакомых С Симпсоном Пришли К знакомым И Там Они Друг Другу Понравились Были Примерно С одного Года И Начали Кадриться А потом В 37 Только Они Женились Все Были Против Но В общем-то Потом Женились Его Короновали Но Он Отказался Ему Сказали Ультиматум Либо Разводи Сейс Эта Шпионка Либо Это Вот Вот Таким Образом У него И Такое Дело Потом Они Жили Их Сослали На Острова Там Править Островами Английской Колонии Там Они Жили Хорошо Хорошо Написали Они Автобиографии После Войны Жили Во Франции Но Она Продолжала Это Тетенька Она Продолжала Гулять От него После Жених Уоллес Гуляла С Донахью С Вудвордом Написала Автобиографию Сердцу Не прикажешь Сердце Не прикажешь Вот Таким Образом Бесси Уоллес Симпсон Настоящая Фамилия Орфелд О Вот Сейчас Вот Мультфильмы Симпсон Это Не про За них Конечно Потому Что Судьба Такая Корону Отдал Дяде А сам Пошел К девушке Легкого Поведения Как Это К бабушке Пошел Вот Этот Эдуард Третий Ну А потом Уже После него Что Георг Шестой Был Этот Был В войну Посмотрите Сколько У него Единиц А вот Это вообще Человек Крайне Жестокий Человек И вот Бомбил Эту Германию Несчастую Галерея Не галерея Там Мирное Население Немирные Города Стирал Порошок Там Какой-то Город Вообще Порошок Они стерли Это Английская Авиация Вот Это Это Такой У нас Этот Георг Ну А после Него Елизавета Сейчас Она Карнавал В 53 Году После Смерти Сталина Сталин Сталина В третьем Месяце Она В шестом Карнавал Вот До сих пор Она есть И за 90 Уже Лет И Значит Она Царствует Благополучно Мы Про Него Говорили В каких-то Лекциях Далее Что Вот Это С Агнии Разобрались Какая же Третья Составляющая Часть Марксизма Вот Франция Франция 32 Что у нас 32 Тут Да Вот Великая Французская Революция Конечно Дала Буржуазная Демократическая Революция В 1789 Году Состоял Сучредительное Собрание Отменили Все Сословия И Разделили Франции На Департаменты В 1790 Году И Закон Для Шапелье В 91 Запретил Стачки Все Раз у нас Революция Произошла Вся власть Наша Хватит Стачки И В 91 Году Законодательное Собрание Правое Крыло Фильяны В Законодательном Собрании В 1791 Году В правом Крыле Фильяны Богатенькие Такие Левые Жирандисты Тоже И Крайне Левые Якобинцы Это Которые Рвались К своим Что-то Похапать От революции Война С Феодальным Государством В Апреле С Апреля 1792 Году В Конвенте В Конвенте Якобинцы Восстали И Якобинская Диктатура Была В 1793 1794 Году И вот Эти Вот Якобинцы Робеспьер Марат Дантон Сен Жуст Робеспьер С товарищем Были казнены В 94 9 Термидора Движения Бобёфа Но Бобёф Он Не Пользовался Он Тут же Был Казнён Бобёф И Всё это Ликвидировал Наполеон Ну С помощью Суворову Конечно Суворов Там Подыграл Немножко Тайные Общества Времена Года 1839 Бланки Восстановила Республику Но Народ Не Поддержал Идею Утопического Коммунизма С 1840 Году Вынашивается Это Дезами Пиё Кабе Мелкобуржуазный Этопический Социализм Блан Луи Блан И Прудон И другие Революция 1800 1848 Года Вторая Республика Образовалась Соцпартия В 1903 Году Ну Как у нас Второй Съезд РСДРП Прошёл Это Переломный Период В деле Социализма О чём Я скажу Потом Ну Вот Они Кто Такие Революционеры Ну Давайте Самых Крупных Возьмём Вот такие Психоматовцы Вот он Робеспьер Гляньте Единица Одна Это Утончённый Эгоист Нулёвку Здоровья Нету Три двойки Всё Идёт Наружу Три пятёрки Ну конечно Это Уже Экстрасенс Ничего Нельзя Ну вот Эгоизм Вот этот Побеждает Эволюция Эгоистов Также Вот взять Этого Марата Вот он Марат Тоже Крайний Эгоист У него Четыре Двойки Его Сосут Лампир Ну здоровье Тоже Всех Лошадин У них Как у Трампа Что у Этого Тричтёрки А нет У этого здоровье Плохое А у этого Как у Трампа Но его Зарезала Зарезала Тётенька Ванна Так вот Вот такие У нас Эти французские Революционеры Были Поначалу Социализм Которым На который Равнялся Маркс И Энгельс Вот пожалуйста Дантун Дантун Вот такой Вот он Дантун Да Ага Человек У него Матрица Кроме фанатизма Вот этой Шестёрки У него Таких явных Замечаний Много целей Явных Таких Замечаний Нет никаких Вот медикам Одного Будет Невять Бойки У него Он Председатель Комитета Общественного Спасения Первый Председатель С 1759 Родился И 1794 Он Начал Дантун Сен-Джиус Луи Вот Участвовал В Конгрессе Казнён Вместе С Робеспьером Вот Вот Краи Спива И Сам Женство Эльевичка Ну и Шестёрка Тут Женский Вопрос А так Всё Ничего Здоровья Нет Да При таком Здоровье Женский Вопрос Уже Вот Оуэн Это Роберт Оуэн Которому Хотел учиться Николай Николай Первый Роберт Оуэн Вот Оуэн Матрица И Это Уже Неплохая Матрица Здесь Только Единственное Много Целей Он ставил Семёрка Туда Мешали Мне Эти Моги Целей Матрица Матрица Хорошего Человека Который Будет Для Этой Работы Ну Кого Мы Во Франции Выделим Среди Писателей Среди Писателей Хотел бы Выделить Рабле Писатель Горгенчуай Пантагрюель Который Написал Это же Знаменитая Там Как говорится Юмору Вся книга Заполнена Монтень Бальзак Знаменитый Мольер Тоже знаменитый Лефантен Басник Это Лефантен Это что Крылов Всё равно Но только Лефантен На французском языке Руссо Жан-Жак Руссо Это известный человек Вольтер Дидро Ружеделиль Тоже известный Марсельезу Написал Шоттебриан Ну это вообще Классик Но он Был философ Не социалистического Плата Наоборот Он выступал За царизм Там За королей За этих всех Абсолютизм Десталь Она призывала К либерализму Десталь Гюго Ну это знаменитый вообще Гюго Вот описать Это у него написано Мы знаем все эти Постановки Все по Гюго Кстати говоря Его Гюго Хоронили Когда В 1885 году То вышло Его провожать Один миллион человек Во Франции Беранже 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 Нет и Стандаль Написывал Даде Тартарина Староскона Знаменитая Это Анатоль Франц Написал Тоже сатиру Пранглин Остров пингвинов Хорошая сатира Андрей Барбюс Это уже Коммунистическая Пошла Ролан Литература Дегар Муриак Франсуа Муриак И Арагон Луи Арагон Коммунисты Написал Вот философия Какая-то Что в философии Нам В этот Третий источник Дает нам Франция Геларий Де Пуатье Патерика Четвертый век Уже Вот четвертый век Мы знаем Уже Написан Писатель Клод Мамерт Пятый век Иоганн Скотт Эреоген Схоластический Реализм Реализм Средние века Беринтар Беринтар Гелюм И Турский Берингар Турский Да Ой много их тут Рене Декарт Это уже Боридан Рене Декарт Это уже Более нам Известный Паскаль Мальбранш Вот Мальбранш Он считал Что Чувства Чувства Все Человек Нужны Только Чтобы Не потерять Не погибнуть В окружающем мире Так На кой Все Эти чувства Чтобы выжить Нужны чувства Горячо Значит Надо Острадиться Холодно Надо Спрятаться Вот Только для этого Нужны чувства У него такая была философия Гессенди Он вернулся К атому Напикура Путерризм В 18 веках Бейль Можно назвать В 30-х годах Возникает В 19 веках Утопический социализм Можно привести Матрицы Вот эти Кое-какие Знаменитых Этих Ребят Вот Это у нас Ребят Декарт Видите Такой Хорошей матрицы У него И все В коротке Поэтому Он крупный Вот вклад И Переходящий До сих пор Сузов Мозоль Верный Видите Это Генерал И все Приключения Тоже матрица Хорошая За случай Вот Единица Вот эта сексуальность Все равно Где Все равно С кем Но зато Вот эти Три восьмерки Государственный Такой Необъятный Все народы Его почитают Это уже Ну и кто еще Тут Вот давайте Возьмем Еще парочку Товарищей Вот Видит их Вольтер На самом деле Он Аруэ Вот тоже У него Три Семерки Должен До тридцати лет Болел 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 Кто задерживается Тот много Болеет Эти люди Три Семерки Ангелы Посланные Для Двунного Задания Выполнить И уйти А кто Задержится Тот Будет болеть Вот Югу Вот пожалуйста Миллион Человек Он От него Питались Все Энергии У него Четыре Четверки Четыре Двойки А здоровье Слабое Было Хотя Ничего Неплохо Логики Не было У него И Сумом Не очень И Семейные Тоже Вопросы Пять Детей Все Они По-моему В раннем возрасте Все Скончались Вот 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 Такой Вот Любовь Вот Это Французский У нас След Вот Три Поколения Евросоциализма Было Тоже Первый Это Бакунин Второй Это Маркс Энгельс Третий Ленин Мартов Троцкий И Сейчас Вот Четвертый Троцкизм У нас Шествует Во что Превратился Коммунизм Ну Про Союз Справедливых Я говорил Про Первый Конгресс Это Про Бакунина Вот Про Бакунина Еще Хочу Сказать Что Первая Страница 14 У него Интересная Биография Хотя Можно Прочитать Вот Мы его Матрицу Посмотрим Пожалуйста Он Анархист Сейчас Продолжает Дело Фреска На современном уровне Столетний Фреск Он Очень Такой Лояльный Человек У него Три Единицы Все У него В порядке Бакунин Это Человек Единственное Много Целей Ставил Перед Самой Вот Это Надо Было С целями Определиться Вот Такой Вот Такой У нас Бакунин И Еще Сказать Фреска Его Продолжает Утопия Анархизма В условиях Царства Компьютерных Сетей Если Посмотреть Здесь Проект Есть Фреска Все Его Здания Сооружения Помощницы Очень Активная Такая На Выставках Они Выступают Вот Жалуются Что Денег Нет На Реализацию Лихих Проектов Ну Сейчас Мы Знаем Как Компьютеру Доверять Сейчас Компьютеры Такие Что За Ними Стоят Определенные Люди И Вот Марксизм Что Почему Маркс Если Детство Рассмотреть То Он Был Сыном Чиновника Немецкого Который Ради Вот Карьеры Своей Чиновничей Он Из Иудеев Перекрестился Там Протестанта Или В какого-то Там Протестанта Вроде бы Да То есть Принял Христианскую Религию А В роду У него Равины Были У Маркса Все Бабушки Дедушки По материнской И по отцовской Линии Равины Вот Они Из Равинов Выкрестились Туда Ну И действует Как говорится Разрешает Но К определенному Виду Раздвоения Личности Это приводит И это Привело Сразу Ну Во-первых Он уже В детстве Состоятельный Родитель Там был Занимал Должность Хорошая И давал Ему столько Денег Сколько Квалифицированный Специалист Не получал В то время В Германии Ему Все было Мало Ну На это Дело И На девушек Все Он это дело Спускал И просил Еще Давать денег А у него Еще 8 детей У отца Был Он говорит Что ж ты С меня требуешь У меня Говорят Еще кроме тебя Дети Есть Отец Маркса Был знаком Вот С родителями Это Жени Маркса Весфалины Были Такие Это Из аристократии Немецкие Представители У них Тоже Было Много Детей Вот Это Жени Потом Они Через Многие Там Переписки Сначала По Переписке Между Собой Сначала Сношались А потом Через Семь Дет Они Поженились Тоже Было Там Семь Детей Трое Только Дочерей Осталось Остальные Все Вымерли Молодец Потому Что Жили В нищете Как Они Описывают На Подачках Энгельса Существовали И там Еще Кто Подаст И Со Статей Какие Гонорары Придут Из книг Доходило До того Что Энгельс Сам За него Статьи Писал Публиковал А гонорар Отдавал Ему Марксу То есть Там Еще Непонятно Какие Труды Энгельс Написал Какие Труды Маркс Такие Статьи Поэтому У них Общие Собрания Сочинения В 50 Томах Я тут Сошлюсь Вот Этот Ну Кравинов Он Потом Так В детстве Он Хорошо Выступал Про религию Христианскую Так И Вдруг Он Поступил В какую-то Видимо Секту Вот В эту Масонскую Группировку Поступил И Он Начал В стихах Он Уже Стихи Писал Начал В стихах Проклинать Бога Не только Богу Но Вот Я Говорит Служу И Сатане И Тебя Сатану Проклинаю Знаешь Что Ты Вот Пойдешь В гиену А я За тобой Вот И по Татистики То есть Он Перешел В чисто И его Даже Сын Вот Который Ну Потом Он Помер Он Писал Ему В письме Здравствуй Дорогой Дьявол Маркс Он называл Дьявол Ну Как Принято В этих Масонских Религиозных Кружках Которые Иисус Христа Там На кресте Сжигает Чучело Иисус Христа Сжигает Каждый год На костре Гори Распятые С криками Гори Распятые Но Это все Масоны Такие Сатанистского Толка Они Проделывают Это Вот Он Ступил Вот Откуда У нас Составляющий Такой Коммунизм Возник А мы Значит Считаем Классик А это Чистой Компиляцией Все труды У него Это Ничего оригинального Это компиляция Как Ленинский Материализм И империокритицизм Это Конспект Надерган Цитат Из разных Работ Вот Из семьи Равинов Через отца Выкреста Друга Висфалена Роджи Анимарс Вот тут Роджи Анимарс Она как-то Преданная Была такая Женщина Что Несмотря Ни на что Она ему Служила Прям Как Раба Ну Ей Вот Дали Приданную Служанку Там Ленхен Он Оказ Энгельс И покрыл Эту Ленхен Там Родился Ребенок А Маркс То есть Энгельс Чтобы спасти Марксу Репутацию Это Говорит Мой Ребенок И Потом Его куда-то Там Впринюс Были Этого Ребенка И Спас Репутацию Маркса И Этот Вот Его Друг Энгельс Вот По дружбе Ну Вот Судьбы Детей Плохие Вот Эти Из-за Оставших Трех Дочерей Двое Дочерей Покончили С же Самоубийством Все Были Замужены За Революционерами За Лафаргами Всякими И так Далее Вот Одна Только Дожила До 1914 Года 1914 Года Ну И Даже Там Поговарив Одна Из Дочерей Все Время Ездила К Эмгельсу В гости Ну Не Жена Там Мужик Она Уже Взрослая Чего Не Поедет Мы Там Свечки Не Держали Но Слухи Такие Есть Вот Таким Образом Сейчас Мы Рассмотрим Эту Психоматрицу У него Видимо 53 Да Вот Он У нас Эмгельс Что Он Нам Дает Вот Смотрите Три Двойки Но Все Эти Три Двойки Нулевка Жарает Здоровье Никуда Вот У него Смотрите 5 А Это Мы Про Энгельса Может Про Маркса Начинать Про Маркса Маркс Это Генеральская Генеральская Четыре Восьмерки Зашкаливает У него Государственность Революционер Революционер по духу Вот оно и есть Революционер по духу Как Ленин И Мизантроп Фанатик Семенка Пенсионер духу Это он охватывает Весь мир Уже Семенц Семенц Государствен Логика У него Есть И Генеральский Характер Но Много Долевок Здесь И троек Нет И шестерок Нет И здоровья Нет И удачи Никакой Нет Все Да Революция Они 1948 года Прокакали С Энгиса Ничего У них Не получилось Вот Вот такой Вот Психоматрица Энгиса Ну плюс Учесть то Что он Перешел В секту Сатанистов В детстве С детстве У Маркса А Энгис Да Вот Энгис Что Самодор У него Пять единиц Это Самодор Водит Патрубил И тоже Вот Три единицы И тоже У него Со здоровьем Плохо И удачи Нет Но Две восьмерки Он под управлением Темных сил А темная сила Для него Кто был Маркс Вот он Под его управлением И был Фанатик Тоже Мезотроп Одинаковый Мезотроп И два Симборчика Вот Но он еще Целей много ставил Этот Нормально С целью У него Женой Видите Ленхин Там Дети Все Мерли Как Мухин Семерка У него Семейственности У Маркса А у этого Шестерка Тоже Недалеко Ушел У него Вообще Жены Две При смерти Он за них Венчался И с тремя Сестрами Там вообще Никакой Морали Нету Вот Таким Образом Таким Психоматрицы Мы это все Рассмотрели Как раз Было По плану Да В тетрадке Пишут Что про них В тетрадке Пишут Ага Вот В тетрадках Про них Пишут Сейчас Кто такой Маркс Кто такой Эльгерс Вот Маркс С 18 Года Рождения 5 5 Рожден Поэтому У него Пятерок Много Логика Большая Характер Воевой Не терпит Лжи Подхалимства Но Может Пойти На это Ради Ближних Кстати Говоря Он Семей Не хотел Снабжать Материально Он Мог Работал Устроиться Он Работу Не устраивался А вот Так Публикациями Жил И подачками Эльгерса И кто Чего Подаст Чувствительны К изменениям Климата Ну это Да Куда Переед И в Африку Там Отдыхать Лечиться Потом И туда И туда Он Все Чистый Воздух Искал Хотя Курил По страшному Они Курили С Эльгерсом Оттого Наверное И померли Объясняется Ему надо Весь мир Психолог Способности Безмерной Восприимчивости К точным Наукам Идет Сверх Человеческими Путями Сверхъестественными Путями Ну да Он пытался Даже интегральное Это Исчисление Дефициальное Постись Ничего С Эльгерсом Не получилось Эльгерс Пишет В письме Маркса Говорит Я вот Всю ночь Не спал И думал Что такое ДЫ по ДХ И пришел К выводу Что доказал Что это ДЫ по ДХ Равно Ноль Делить на ноль Совершил Открытие Это точно Вот такие Вот они Были Математики Но они Не хотели Может быть Талант И был Но они Эту психоматрицу Свою Не выполняли Должен Трудиться Всю жизнь Ну он И трудился Фактически Может Иметь близость Сексуальная Может И подождать Но он Свою Эту жену Семь лет Там ждал Где-то Он писал Ей страстные Письма Сношались Как говорится Через письма Торможение При создании Семьи У него В психоматрице Действительно Семь лет Он тормозил Эту жену Революционер По духу Ну это Не отнять То есть опять Психоматрица Срабатывает Даже вот этих На великих личностях Как бы они Не крутились За пределы Психоматрицы Редко Кто выходит Вот Талант Сильный талант Ограничиваемый Здоровьем Курева Пьянка И так далее Не жаждет Кормить себя И семью Не ищет себе Профессию По оплате Но ищет Себя По оплате То есть заплатят Вот я подам Статью И заплатят Не подам И подачки Самооценка Совершенствует Себя Потенциал Преувеличивает Свои способности Совершенствует Оценит Себя Не по своему уровню Очень преувеличивает Свои способности Вот такая Характеристика У него Краткое С Вот Энгельс Диктатор Самодур Может пустить Ветру Много Жизни По ветру Ну вот К диктатуру Пролетариата К чему Она К миллионам Потерь К миллионам Жертв Привела Плеханов Предупреждал Он говорит Это Не доведет До хорошего Плеханов Был пророк В этом отношении Он призывал К единству Социалистических сил И Репрессий Не допускал Энгельс Не любит Экономить Человек Настроение То есть Вот Деньги У него были Он тратил Как мог И доходы У него были Ну и Расходов Он хорошо Ну Остальное У него Много Совпадает С Энгельсом Ставит Цель Он У него Пятерка Под целью Ставит Цель Забывая О близких Родных То есть Там Жены Какие Он на них Не смотрит Там Близкие Родные И отец Они Кстати Про отцов Про дедушку Переписываются Этот Твой Дурак Еще Мол Не помер А там Я хочу Сто Фунтов За него Получить И так Дали Вот такая Переписка Лег На подъем Энгельс Но Может Остановить Свой Ну Он Ездил И Если Там Германия С характеристиками Это Матрица Пифагора Работает И вот Что интересно Что Я про Плеханова Так по идее Это должно быть Маркс Энгельс Маркс То есть Маркс Энгельс Плеханов Ленин Плеханов Был Учитель Ленина Это Известно И мало И мало Того Что Плеханов Даже После революции Он же приехал Сюда В начале После революции Сразу В 18 Году Приехал Его встречали На вокзале На вокзале Большая толпа И Увидев Все это дело Как они там Друг друга Стреляют Убивают Он Сказал Что Да Говорит Ленин Это мой ученик Но это самая большая ошибка В жизни То есть Ленин Это самая большая Кстати говоря Ленин По своим Поведению В спорах С людьми Он чем-то напоминал Как раз Брал С Плеханова Много Но если Плеханов Лично До личных оскорблений Не находил А более мягкие термины Выбирал В оценке людей В оценке их То Ленин Мок И Допустим Проститутками назвать Там Этими Этими Своего оппонента Тоже Прям при них Своего Мартова С которым Шахматов Играл С Мартовым Он его Вообще Загнал И даже За него Заступалась Мария Ильинич Все Чтобы Так Своего друга То Унижаешь При всех Прилюдно Ну вот Плеханов Тоже Но он Более мягкий И во всем Споре Он стремился Одержать верх Переходя на личности Так же И Ленин Вот в этом отношении Он взял У Плеханова худшее Что у него было Вот Он родился В 56-м году Ну 160 лет будет 11-го 12-го Через Меньше чем Через месяц Он жил Не в своей тарелке То есть Не по своей матрице Жил У него же отец был генерал Он участвовал В подавлении Польских восстаний У Плеханова Брат Единокровный брат У него Закончил Академию Генштаба В 28 лет То есть Талантливый Военачальник Сам вот этот Вот Призрак коммунизма Который Я его называю Плеханов Вот Игорь Валентинович Вот 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 Четыре единицы Это генерал Три двойки Он даже Присутствие Его Исцеляет Ну а смотрите У него вот эти Три шестерки Видели Его повели Позерство Сремление Выделится Ненадежный Ненадежный Человек С Разными Подозрительными Средниками Вот эти шестерки Ненадежный Человек Имеющий Подозрительные Среди И вот Эта единица Ему подвела Сексуальность Все равно С кем И все равно Где То есть Если бы он Выбрал Военную Карьеру То Эти бы Недостатки У него Были бы Ликвидированы Кроме того Вот невезучий Он Хотя и здоровье Был Но он его Потерял Он его Потерял При связях Вот с этим Больными Людмирей Акционерами Его Вторая Жена Была Владелец Этого Пансиона Для туберкулезика Там он От нее Наверное Подхватил Это дело Вместе С Верой Засулич Они там Лечились А Вера Засулич От него Подхватила И они В горах Там Лечили Вера Засулич Вытянули С того Света Этого Приката Вот Такая У него Матрица Дарок Науки Это Нет Не Был Хотя У него Была Химическая Лаборатория Все время Ее за собой Возил Он Очень Любил Химию Учился Он Уже В Геологическом Институте Сначала Военную Школу Закончил Но Военную Карьеру Не стал Поступил В институт Там Его Вот И Завербовали В революционер Когда Он Был Студентом Уже Второго Курса Геологического Вот Этого Института В Петербурге Ну И Сразу Участвовал В митинге Его там Дальше Искали Митингующие Спрятали его Под Чужим Накидку На него Накинули Чужую И После этого Он выехал За границу И Около Там Почти 40 лет Был за границей Он был оторван Уже От этой жизни Но там Он воспитывал Всех Эти Курса Все они К нему Ездили Как К святому Такому Переводил Труды Маркса Енгельса Переводил На русский Язык Распространял Издавал Газеты И так далее И кстати говоря Вот эту газету Искры Ленин Ленин приехал К Плеханову Он присоединился К этой искре Потом он Из этой искры Вышел И последние Уже номера Искры Плеханов Там С соратниками Сам Делал Эту газету Искры Ленин Всего Несколько номеров Редактировал Этой искры Из искры Горится пламя Вот такой вот Плеханов То есть он Не в своей тарелке Обслуживал Чужой Грегор Подвигал Идеи Нехорошего Варианта Коммунизма То есть Был вот Хороший Вариант Коммунизма Который Не был Который Кстати Плеханов Он подправлял Маркса Энгельса Он Стремился К чему Плеханов Чтобы капитализм Достиг Как бы Созрел Созрел Все преимущества Его Общество Бы использовало Этого капитализма Все преимущества И уже На пике Вот созревания Плавный переход К собственности На средства Производства К рабочим То есть Выкуп У хозяев Фабрик Выкуп этих Фабрик Частично Выкуп Частичная Компенсация И так далее То есть Переход Это уже В руки Этих Профсоюзов То есть Советов Общественности Постепенный Выкуп Этих Предприятий Вот Такой Постепенный Плавный Переход Ну О котором Мы О такие Скачки Говорю Он предупреждал Что этот Скачок Приведет К тому Что В основном Русский народ Будет уничтожен В стране И Плодами Революции Воспользуются Не русский Пролетариат А пролетариат И других Западных Стран Поскольку Капиталисты Их испугаются И вынуждены Будут Социалистические Требования Внедрить У себя В частности Восьмичасовой Рабочий день И другие Социальные Вопросы Пенсии Там Медицину И Образование Сейчас оно Бесплатное Допустим Образование В западных Странах А у нас Оно Платное Там Приходи Учись На любой Специальности Получай Вот таким Образом То есть Воспользовались Люди Но не тем В результате Вот такого Рывка Фанатического Если Есть Что-нибудь У нас Про Плеханова То мы Может быть Найдем Искать Не будем Если Вторая Страница Восемь Откроем То Про него Что-нибудь Может быть И есть Вот Плеханов В военной Гимназии Учился В Воронеже Два курса А потом Закончил Два курса Горного института В Питере Я здесь Сошлюсь У него Все сочинения 24 тома Изданы Что надо знать Про Ленина Положительный Вопрос Какой Когда Плеханов Вернулся Он сразу же Дал команду Все бумаги Плеханова Которые За границей Все привезти сюда В Россию И издать его Полное собрание Сочинения Что и было сделано В 23-м Уже в 27-м Года Когда Было еще Трудно В России Жить-то было В стране А были изданы 24 тома Москва Ленинград 23-27 год Литературное наследие Было потом издано Это уже 30-е 34-е 40-е Года В 8-х томах Материалы Группы Освобождения Труда Которые Плеханов 6 томов Было Материалы 24-й по 28-й год Было опубликовано Избранные Философские Произведения В 5-ти Томах И философское Литературное наследие Плеханова 3 тома Это в 73-м Году И В 1900-м В 1900-м Году Была Искра С 52-го Номера Было Было Уже Без Ленина Критиковал Бланкизм Ленина Но что Вот у него Тоже Как и у Марса Он порвался Православен Будучи Уже Будущих студентов Он полностью Под влиянием Вот этих Революционеров Он порвался Православен Ну я Не буду Говорить О первой Жене Первой Женой Она Женился На беременной Женщине У которой Мужа Сослали В ссылку И вроде Для ее поддержки Она Вышла За него Замуж Беременная Родила Ребенка Они уехали Так с ребенком В эту Заграницу Некоторое Время Он там Ребенка Этого Не содержали Потом Муж Этой Женщины Вышел Первый Муж Из ссылки И она Ушла К нему От Приханова К первому Мужу Ну а ребенка Предварительно Они выслали Туда И там При плохом Уходе Помер Этот ребенок У нее Этой Женщины Но все равно Она уехала К первому Мужу Ну вторая Женщина Значит С ним Жила Долго Вот И она Была Как раз Туберкулезным Этим Владил Во Франции Санаторием Что ли Где он Там и заболел И он Потом Легочным Этим Заболеванием Десятки лет Страдал От него И помер В Петербурге Вот что Можно Можно Сказать Об этом Плеханов Долго Не буду Говорить Хотя Вот Именно Маркс Энгельс Плеханов Ленин Вот четверка Должна Четверка Пятый Старин Вот пять Голов Вот этого Коммунистического Как он называется Ну Мультфильм Там много голов Там Иванушка Этот Подружился С этим А Змей Горыныч Пятиголовы Вот Ленин Это Самая Большая Моя Ошибка В жизни Плеханов Пишет Ну Проблемы С Троцким Я не буду Говорить Четвертый Интернационал Сейчас Уже Время Много Прошло Надо Заканчивать Вот И задание Поскольку Вот мы Видим Что Матрица Жизненные Установки Все Совпадают Надо Нам Своими Поскольку Вы Молодые С малых Лет Надо Эту Свою Матрицу Изучить И Вот Вам Задание Составьте 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 Свою Матрицу Пифагора Сообщите В комментариях Совпадает Ли С вашим Характером Или Нет И Над Чем Вам Дел Это Такое Задание Вот На сегодня Все Мы Значит Копнули Коммунизм Правильно Сказал Зуганов Я Опять Замкну Зуганов Сказал Первый Коммунизм Иисус Христос Потом Дальше Его Апостолы И После Того Как Произошла Трансформация Христианства Через Императоров Восточно-Римской Империи То Оно Превратилось Христианство В Свою Противоположность В Религию Закабаления В Религию Рабовладельческого Нового Рабовладельческого Ощества И Неоколониализм Неоколониализм И вот С тех пор У нас Нету Настоящего Коммунизма И Сейчас Ищут Ищут Только Пути Вот Зуганов Все читает Он уже Ушел От Материализма Он уже Стал Идеалистом И Пытается На идеалистической Почве Вот Это Современные На слиянии Вот этих Религий Православные Католичества Которые Сейчас мы Видим Происходит И Которым Кстати Занимался Фидель Кастро Который Сегодня Представился Он же Тоже Занимался Слиянием Вот этим Единого Мирового Государства Ну Единомировое Правительство Где-то Там уже Говорят Есть Вот Сейчас Надо Создать Эту Религию Коммунизм Создали Значит В Китае Как он Сейчас Проиграется Мы Посмотрим Там Китайцы Они Учли Опыт Который Был Западной Европе И Самое Главное В России Много Учли Они Не пошли По пути Хрущева Вот Это Самое Важное Поэтому Они Сейчас До сих Пор Существуют Но В то же Время Коммунизм Их Закабалил Они Чем Стали Они Стали Мировой Кочегаркой Что Отразилось Немножко Жить Они Стали Лучше У них Конечно Сейчас Уровень Жизни Это Возрос Они Живут Сейчас Лучше Чем Наш Рабочий Класс И Даже Их Пенсионеры Живут Лучше Чем Наши Пенсионеры Даже Наши Пенсионеры Переезжают Туда Жить Кто рядом Живет Благовещен Потому что Там Дешевле Для них Обходится Жить И вот Эти достижения Вот Китайцев Сейчас Произойдет Что Если Промышленность Сейчас Трамп Начнет Возрождать В Америке В США То Китай Резко Упадет У них Уровень Жизни Промышленное Производство Рост у них Упадет И вот Что там Начнется Выдержит Коммунистическая Система Это испытание Пока Все Перло В их Нюю сторону А Сейчас Что будет Неизвестно Посмотрим Ближайшие Годы Желаю Вам Успехов И Овладевать Не только Техническими Знаниями Но и Социальными Вот этими Механизмами Чтобы знать Кто Нами Какой Новохудоносор Нами Управляет И как Хитро Нас пытаются Обмануть Вбрасывая Вот эти Новые Термины Как Это Манифест Манифест А мы Не знаем Мы же Неграмотные Мы по-английски Или по-немецки Не понимаем Мы не понимаем Что Манифест Это Власть И Как бы Не крутился Зюган Дальше Из-за Манифеста Он из этого Не выйдет Вот Здесь Вопрос Куда Пойдет Это Движение Социалистическое Либо По пути Вот Шведский Вариант Либо Китайский Либо Итальянские Первые Опыты Всего Вам Доброго Всего Хорошего До свидания Успехов И Здоровья